Сегодня мы с вами становимся свидетелями поистине важного события как для города Мариуполя, так и для всей республики. В порт Мариуполя зашел первый российский сувогруз РМ-3 тип Славутич. Логистика взаимного товарообмена между Российской Федерацией и ДНР теперь будет упрощена и ляжет в основу укрепления наших экономических связей. Стоит отметить, что до этого дня порт Мариуполя был заблокирован полком Азов путем подрыва плавучих кранов, также была заминирована акватория порта. На данный момент силами специалистов Черноморского флота минная опасность устранена, проходы открыты, Мариупольский порт свободен и с сегодняшнего дня начинает свою работу. Корабли Новороссийского военно-морской фазы Черноморского флота обеспечили безопасный проход торгового судна в порт Мариуполя. В настоящий момент началась погрузка, грузится имущество, которое было приобретено ранее собственником. То есть вот этот металл в браках, да? Так то, да. В чем особенность сегодняшнего мероприятия? Насколько оно было сложно? Сколько сегодня личного состава в этом участке у кораблей? Ну, сегодняшнему мероприятию предшествовал целый ряд событий. Самое главное, была необходимость обеспечить безопасность акватории порта. Для этого было проведено разминирование, а также были расчищены проходы от затопленных судов. И в настоящий момент противодиверсионные корабли обеспечили безопасный проход корабля. Наш отряд специального назначения окончил мероприятие по разминированию акватории порта города Мариуполь совместно с группой боевых востов. Все задачи выполнены в полном объеме. Все ребята у нас молодцы, профессионалы, все знают свое дело. В дальнейшем готовы выполнять все задачи, которые нам будут поставлены командовать. В арватере, вот в этом арватере мы подорвали в районе 10 мин. В базу встали в районе 5. Ну, обнаруживали специальным оборудованием, обнаружили мину. Потом входил под воду водолаз, закладывали под мину заряд, отходили на безопасное расстояние и производили подрыв мину. Были ли с сюрпризом мины? Нет, с сюрпризом не было. По вашему вниманию предоставляется фрагмент плавучего крана Евгений Петров. В результате для блокирования порта Мариуполь в западной гавани было затоплено два плавучих крана. Это Евгений Петров под измечением 650 тонн и Астракань 5 1100 тонн. В настоящий момент доступ в акваторию в западной гавани свободен, чист. Специалисты Черноморского флота выполнили задачу в установленные сроки и позволили деблокировать порт Мариуполь для того, чтобы он функционировал. Водолазу приходится работать только на ощупь и основываясь на том, до чего он дотронулся и что себе представил в этот момент. Руки – это наши глаза, можно сказать так. Если глаза не видят, то приходится работать руками на ощупь. Все поставленные задачи, которые были перед нами, все выполнены. Было много судоподъемов, много было утилизации, подрывов. Перед все поставленные задачи, перед нашей военно-морской базой, конкретнее перед военно-спасательным отрядом, все были выполнены. Находили ли какие-нибудь мины? Много было утилизировано, да, мин и в порту, и на входе в порт. Ну, все благополучно закончилось, все утилизировали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова